Взорвали банкоматы и скрылись в неизвестном направлении. В нашем городе, в одном из отделений Сбербанка, который располагается в доме 5321А, рядом с автозаводским рынком, этой ночью произошел взрыв. Двое неизвестных протянули шланг от газового баллона к банкомату, после чего подорвали его и скрылись с места преступления. Подробности у моей коллеги Ландыш Капрановой. В ночь с 18 на 19 мая неизвестные в черном подъехали к банку. Все действия фиксировала камера наблюдения. И протянули шланг, по которому поступал газ к банкомату. Буквально через несколько секунд прогремел взрыв. Сигнал о сработке поступил в половину первого ночи. Все оперативные службы сработали очень быстро. Все наряды прибыли на место вовремя. К счастью, преступникам не удалось ничего похитить. Ущерб в настоящее время, причиненный имуществу банка, устанавливается. Материальный ущерб Сбербанк, конечно, понес. Обрушенные потолки, взорванный банковский аппарат и другие объекты интервью. Которые теперь нуждаются в ремонте. Однако вопрос о мотиве преступников остается открытым. Ведь после взрыва, по версии следствия, они просто убежали. Никто из людей не пострадал. Тем более, что там и людей-то не было. И капиталы, то есть деньги, которые там в банкоматах, остались на месте. То есть ничего не похищено. В настоящее время проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. То есть устанавливаются лица, которые могут быть к этому причастны. Мотивы. В набережных Челнах последний случай взлома банкоматов был 4 года назад. А сейчас по новому факту собираются материалы для возбуждения уголовного дела. Сотрудники полиции просят содействия любых свидетелей преступления. К слову, в одном здании с отделением Сбербанка располагается мебельный магазин. Конечно, я была бы очень удивлена, когда увидела здесь при входе уже какой-то разгром. То есть дверь какая-то разбитая, побелка везде. Но наш магазин не пострадал. Просто у нас как-то побелка немножко везде осыпалась. Так как я поняла, что это какой-то был взрыв. На месте происшествия уже побывали следователи. А сами сотрудники банка на протяжении дня разгребали завалы и выносили разбитую технику. А людей разворачивали обратно, объяснив, что банк возобновит работу только через три дня. Ландыш Капранова, Радик Ганеев, РНТВ, Набережные Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова